МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадую компанию Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Злучыць два береги одной раки. Обновленный мост у Житковичах плануюць открыть у листопаде. Лепшие отворы белорусских композиторов у выконании майстроу. Национальный академичный концертный оркестр Беларуси под керовництвом Михаила Финберга выступил у хойниках. Добрая вестка. Сёня православная означает благовещение про святой Богородицы. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Житковицкий мост открыть в осенью этого года. Об этом заявил наместник премьер-министра Беларуси Анатоль Калинин. Деля выратаванне стратегично важного для насельництва объекта, доведеться менять речи широкие и навод подрывать старые конструкции. Тез потребица у гэты момента целять ближайшие вёскі, куды обрынется аварийная конструкция и калі мост знов почне працавать. Отказы на гэты и иншые пытанни далей у сюжете. На парадку дня планёрки под открытым небом лёс сумновядомога на всю краину Житковицкого моста. Яго выращаются простойники некольких министерств и наместник премьер-министра Беларуси Анатоль Калинин. Четыре месяцы тому гэты мост до ужинюй амаль километр тресну. Рух по им закрыли. Мы видим, что Работы ведутся в графике. И мы поставили задачу Подготовить площадку для демонтажа этого моста Не позднее 15 мая. Это достаточно напряжённая Должна быть выстроена работа В круглосуточном режиме. Максимально использовать время Также определили Логистику доставки Гранитного камня. Выбух будет накированный И докладный тому отселять Суседние вёски, А это каля трох тысяч жихаров Не будуть. Кабы житявить такое Придется навыц Зменять речи широки. Тому треба пролишить Усе нюансы Улишить поводковые прогнозы. Нет угрозы Практически можно сказать, Что в целом ситуация стабилизировалась И в ближайшую неделю Будет наблюдаться спад. В целом на сегодняшний момент Лучше, чем мы прогнозировали В период подготовки к поводковому берегу. После обвалова рынных секций Пашнуть узводить новые опоры и пролеты. При этом уличать помылки минулого. В этом разом конструкцию Зробить металличной. По кульбу 10-ти будовля Добраться на инши берах Можно на пароме. Одночасово у справе и понтон. Пераправы будут страховать Одна-одну. Во время прохода судов Понтон должен разводиться. Но еще Понтон ограничен по нагрузкам. Большие грузы не могут Проходить по этому Понтону. Здесь есть потребность Грузовые автомобили С нагрузкой 10 тонн на ось. Паром эту задачу решает. Он сможет пропускать такую технику. После открытия моста Парому порт не отправить. После надзвычайного сдарения Ужитковичах Украине проверили все мосты. У вынеку створили целую программу По их реконструкции. У ее вошли и те объекты Яке потребует плановых ремонтов. У Списи 22 объекта. Подчас ремонту Некоторых так само Спотребится паромная переправа. Реализовать программу Планують в ближайшие 7 годов. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева Припатрымце агентства Телиновин. Инспекторы працы Гомельска областного объединения Профсоюзов за 3 тыдни Вывели у сельско-господарчих Протприемствах Каля 600 порушений У правила ваховы працы. Отповедные проверки Проходят у рамках Обвещанного Федерации Профсоюза у Беларуси Месячника безпеки Напереда Днепасяуной. Олег Сюнцеров протягнет тему. Как чекается массовая сельба В Гомельском районе Почнется на наступном тыдне. Покуль на шмотаке Палетки Техника выйти просто не можа. А тому термины Пасе мной будут Стипалами, А работы напруженными. Тамбошь значная увага Повинна быть до Беспеки працы. Покуль ситуация Заховы працы Далекая от идеальной. За 3 тыдни Инспекторы областного Объединения Профсоюзу Проверили И выявили Омель 600 Порушений Господара, Где заваг не оказался Увагу Практично не было. Иншая справа, Что гэта я лечба Все ж таки Меньшая, Чем была летось. Терп наибольшь Распосюдженных заваг Отсутность спецадзения Неналежные Социально-бытовые умовы Выкористание Саморубных Пристосований Многие порушения Ликвидуются Практично одразу У некоторых выпадках Потребны Додатковые часы Сродки. Значная надея На допомогу Громадских инспекторов Праса, Яке сегодня Есть на всех Предприемствах. Правда, Некоторые керунги Их заваги Игноруют. Наверное, Не одетясь на тое, Что при несчастном Выпадке И они будут Нести персональную Отказность. Нормальный руководитель Понимает, Что общественный инспектор Это не инспектор, А это просто-напросто Помощник, Когда где-то Он сам не нарушает Вопросы охраны труда И останавливает Своего коллегу, Чтобы, Не дай бог, Не произошел Несчастный случай На производстве. К сожалению, Прошлый год У нас Дал рост Смертельного Травматизма По области На предприятиях Министерства Сельского хозяйства И вот Агропрома. У нас произошло Рост В прошлом году Семь смертельных случаев Против двух Позапрошлым. Наявность Сродку пожаротушения И медицинских аптечек Проходжения работниками Инструктажу по хобби працы Организация Пердресового гляда Профсоюзных инспекторов працы Затекают и все Особливая увага Техничному стану Сельскохосподарших машин На обтушке фабрицы Рассвет Делие створения Беспечных умов Для механизаторов Практично полностью Отмываются От допомоги Работных организаций За стан техники Отказывают Першую чергу водителей И он же При необходности Разом с работной бригадой Выконывая основную Участку работ И как выник Не тонко повеличивается Термин эксплуатации Тракторов И они полностью Отповедают Усим потребованиям По беспецеперации Много лет уже практикуем Именно закрепление Конкретной техники За конкретным механизатором То есть человек Несет и ответственность За нее И знает ее Как свои пять пальцев Поэтому мы Технику Не отдаем Сторонней организации Для ремонта Что позволяет И удешевлять ремонт И как из опыта Следует Качество Выше все-таки Потому что Человеку на ней работать И он с пониманием Относится Беларусы Знову Прыдуть На допамогу Лесникам 11-й год Запор У Беларуси Пройдет Идень лесу Распачнется Республиканская Акция 14-го Красавика На протягу 7 миллионов Супрацовники Лесной господарки Разом З усими Жадающими Будут Очищать Лесы И придорожные Полосы Ацметься А так само Высаживать Молодые Древы Лесгасы Гомельской В области Активно Рыхтуются До тыдня лесу И принимают Заявки На удел Подрабязности У наступном сюжете Селетний тыдень лесу Примерковали До года Малой Радимы Прырода На жаль Так само Пропановала Свою нагоду У 2017 Баршас Республиканской Акции Змагалися С наступствами Стыхии Адновляли Лесы Яке Пашкодили Ураганные Вятры Селета Клопоту Добавил Вершинный Карает Пасля Минулогоднего Нашестя Насекомого Шкодника Узнавление Потрабует Значная Площа Лесных Угодзев Только У Гомельской В области По этой причине Вырубили Больше За 13 С половой Тысяч Гектаров До конца Бягучего года Эти объемы Амаль полностью Необходно Узнавить Причим Устисые Термены Не выключено Что придатный Перед для высадки Древа Будет Вельми Коротким Прошлые годы Мы создавали Порядка 6-6,5 тысяч Гектар Лесных Культур В этом году Мы садим Больше 10 тысяч Только Весной То есть Объем Серьезный Будем Этой работой Активно Заниматься Потому что Весна Может быть Очень скоротечная Быстротечная И времени Для посадки У нас Будет Очень Ограничено На территорию Гомельска Голезгаза Необходно Узнавить 800 гектаров На 100 Зих Подчас Тыдня лесу Лесники При допомоте Доброохводников Плануть Высадить Молодые Древы Саджанцами Проблем Не будет У Лезгаза Есть Уласный Питомник Посадочный Материал Так само Выросшивают На территории Кожаного Лесництва Кажут Что Селеты Не только Закрыют Уласные Потребы Ли Змогут Подделиться С суседями Дарыши Запис Ожидающих Принять Удел Утыдни лесу Почаусе По каждому Лесничеству Есть Списки Которые Желающие Будут Принимать Участие Школы Сельские Советы Располком Уже Будем Согласовать На 14 Число У нас Есть Предварительная Запись Желающих Принять Участие Высадка Древов Очищение Лесов Придорожных Полосов От сметия Рамонт Местца От подшинку Фронт Работ Для удельника Акции Тыдень лесу Широкий Усим Необходным Организации Лесной Господарки Обязают Белорусские Лесы В эти дни Мы определяем Все наши Подразделения Лесохозяйственные Учреждения Определяются С объектами Где будет Проводиться Акция После Подбора Объектов Информация Будет Вся Размещена На наших Сайтах Для того Чтобы Принять Участие В акции Нужно Обратиться В ближайшее Лесничество Или В ближайший Лесхоз Где вам Укажут места Скажут Когда будет Проводиться Эта акция В какие дни Обеспечат Необходимым Инструментом И посадочным Материалом По информации Министерства Лесной господарки Белорусси В 2017 Годе Почас Тыдня лесу Белорусы Высадили Амаль 21 миллион Древов Удел Акции Приняли Больше За 80 тысяч Человек Есть Подставы Мерковать Что селеты Лишь бы Будут Яше Больше Унушальными Максим Савин Марина Джала Игорь Марышенко Телер Компания Гомель Презентация Проекта От А до Я Областный Семинар Сабрал Пераможцов Областного Этапа Республиканского Конкурсу 100 идей Для Беларуси Вопытные Эксперты Рассказали Молодым Вынаходникам Як правильно Представить Свои Проекты Каб Зацікавить Потенциальных Инвесторов Им Раскрыли Сакреты Проведения Уласных Презентаций Работы За аудиторией И публичных Выступленив ГТ Веды Помогут Инноваторам У финале Конкурсу Які на наступным Тыдні Пройдзе У Мінску От Гомельской В області Для уделу Выбрали 10 работ Сирот Технічных Распрацовак Ошейник Для пошуку Хатніх Жывел Портативная Прилада Help Me Для автоматичного Выклику Экстренных Службов Проект Разумный Дом 3D Принтер И фрезерный Станок З лишбовым Керованнем Фрезерный Станок До самого дешевого И только по дереву А то есть Брать там же 3D-принтер И граверы Там уже цены За несколько десятков Тысяч уходят То есть Либо покупать Один станок То есть Нашу модель Либо же Надо покупать Все по отдельности То есть Фрезерный станок Отдельно покупать Покупать отдельно 3D-принтер И тут все прочее Это будет Во-первых Накладно Во-вторых Место надо Для всего этого У биоиндустрии Вызначили проект Повырошивания Сенцев Чарышчатага дуба С закрытой Кораневой системой У номинации Энергетика И энергоэффективность Проставлены Шматслойные Композиционные Пленки Для оптоэлектроники И сонечных элементов Лепший проект У медицине Симулятор Накладка Для тренировки Навыков Унутривенных Инъекций И забору крыви Яким корыстаются Студенты Медицинского Университета У социальной сферы Два пераможцы Проекты Вывучаем Содружность Разом И нам завешана Память Подчас семинара Пераможцы Отримали сертификаты И узнагароды Офисная гимнастика И скандинавская ходьба На пляце У цигомельского Державного Медицинского Колледжа Працавала Территория Здароуя Мероприемства Примерковали До Сусветного Дня Здароуя Все лета Его девиз Здароуя Для усіх Гэта Значы Што нават Простые И доступные Кожному Змены Уладзи Життя Такие Як здоровое Харчаванне И регулярная Физичная Актыунасть Знижают Сверогодность Захворванне И робят Життя Ярчейшим Кожный Годна Вученцы Педагоги Колледжа Прапанують Жихарами Гостям Города Нечто Новое И цікавое Все лета На территорию Здароуя Протставили Майстры Класс По офисной Гимнастыце И скандинавской Хадьбе Стали взаимодействовать Со школой Скандинавской Ходьбы Белые ходоки Потому что Это тоже Замечательное Направление Двигательной Активности Оно Пригодно Для всех Начиная От маленьких Детей И до Глубокого Золотого Возраста И вы тоже Видели Что Наши учащиеся Вначале У них не получалось Но потом Получилось Все замечательно Я и сама Уже Второй год Тоже Хожу Со скандинавскими Палками Тоже вижу Что эффективность Очень замечательная На территории Здароя Все ожидают Что могли Вымирать Артериальный Тиск Зробить Экспресс Тест На ВИЧ И познайомиться С принципами Здорового Харчаванья А навученцы У колледжа Ждал Приемный сюрприз Новый велопарковки Супрационники Управления Следшого комитета По Гомельской области На некий час Пакинули Свои справы И долучилися До пригожиха И они стали Первыми наведвальниками Выставы Прысвеченной Году Малой Радзимы Выставы работ Гомельских майстров Областная организация Белорусского союза Мастаков Проводить Довольче на год На этот раз Одобрали Больше Как 50 работ Прыкладно 30 аутаров Разом с Мастаками Яких ведают Далеко за межами В областе Свои картины Представили И починающие ауторы Умова одина Тематика работ Повинна Отповядать Году Малой Радзимы Серце Тумана Початок Вясны Рака Припять Веска Антонов Кожный писал Тое, что хвалюе У целом Отрималось Огульное признание У любови Дародной земли В самом деле Художник Отображает На своих Картинах Маленький Уголочек Который Ему близок Который Он хорошо Знает А Если человек Любит Свою Маленькую Родину Малую Родину Естественно Будет Уважать Большую Нашу Родину Организаторы Кажут Что Открытьевы Ставы Специально Примерковали До Надых Ходу Вясны И Теплых Дзен Урешті Коли Настрой Добрый Тады Творчасть Успрымается Больш Позитивно Першые Наведвальники С гэтой Думкой Пагаджаються Повністю Серед Їх Не толькі Знавцы Пейзажев Насюрмортов І жанровых Композицій Супрасовники Управлення Слеччага Камітэта Пагомельской Вобласті На пылный Час Пакинули Свои Справы І так Само Долучилися До Смотря на картины Думаєш Об її авторі Що он хотів Донести до зрителя В своєм творенні Совпадають Лінаші Місля Ззісь Заряжаєшся Позитивом Чарпаєш Дохновення А без нього В нашій роботі Нельзя Олег Сюнцюров Олега Коновалова Ігор Марышенко Телерадиокампанія Гомель Лепші Твори Беларусських Композиторів У виконанні Майстров Национальний Академичний Концертный Оркест Беларусі Пад керівніцтвам Народнага артыста Михаила Фінберга Даў Некалькі Концертаў У Хойніках У праграмі Однадзённага Музычного Фестивалю Беларускай Музыкі Адразу Тры мероприємствы Сустрэча З маэстра І концерт Струннага Квартета Са сцены Районнага Дома культуры Гучалі творы Беларускіх Композиторів У виконанні Каліктываў Аркестра Завершальным аккордам Стаў Эстрадны Концерт У основе Праграмы Музыка Юбиляра Народнага артыста СССР Ігара Лучанка У хэтам годзі Беларускаму Композитору Успаўняецца 80 гадоў Ад эстрады До класіки І ўсё Толькі У самам Лепшым Гучанні Найвышэшэя Якасть Галунэ Патрабавання Маэстра Михаила Фінбірга Усяго Национальны Акадэмічны Концертны Аркестра Беларусі Даў Больш як Пятсот Концертаў У невялікіх Гарадах Беларусі У Дзвітысіц Шэмнацэтым Выступлэнім Прамеркаванная Дагода Малой Радзімы Лепшым Патрабавання Ми вихавіли цэлээ пакалэні Новык людзі Тых людзі Які будзі заховувасі Тую спаўчину Яку ўжо Зрабіні Те, кто буде До нас І ўже Те, кто працює Разом з наамі Мы робим это все от чистого сердца и робим так, как люди, которые пришли к нам на концерт, это все разумели. Простый день Национальный академический концертный оркестр снова вернется в Гомельскую область. Свято белорусской музыки отбудется в Чачерском. Сегодня православные верники святкуют благовещение про Святой Богородицы. Это одно из 12 халовных святов. Оно непероходное и зауседое означает с 7-го красавика. Свою назву Свято Благовещение отрымало память об доброй весцы, якую принес Деве Марии у гэтый день Архангел Гаурил. И он прадрог ее невинное зачатие и обвестил об будущем народжении Иисуса Христа. Особое значение свята подкресливается тем, что, не глядячи на великий пост, у храмах служится полная литургия. А кроме того, у Благовещения усим верникам, які отрымают пост, дается послабление. Так само сене левши адмовится от выкананья любой хатней працы. У гэтый день принятысь вертаться с молитвами до Богородицы, як заступницы перед Богом за людей. Со святом Благовещение православных верникам региона повиншаваў архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Пусть же молитвами Божьей Матери и Архангела Гавриила Господь помогает всем нам в нашем нелегком жизненном пути. Благая весть о зачатии Спасителя пусть в наших сердцах отзовется любовью, миром и уважением, терпением друг к другу. С праздником вас, дорогие братья и сестры! У Гомеля у Великодную ночь транспорт будзе працаваць до половы четвертой годзіны раніцы. У ночь на 8-го крысавіка с центра можна будзе добрацца ў любы район города. Як поведаміли у Гарвы Канкамі, на маршрут выйдуць автобусы 1-го, 12-го, 20-го и 35-го маршрутаў. Так само будз працаваць тралейбусы 10-й, 16-й и 20-й. Для жадаючых приехаць ў Сабор Святых Петра и Пауло на уласным транспортце до 4-х адзін раніцы 8-го крысавіка на площы Ленина будзе організавана часовая парковка. Гэта и атак сама іншая новіны вы можете знайсті на нашым сайті ў интернеті па адрасі www.tvarchomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Добрых вам новінов і до новых сустречу эфіры!